Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, попробуем ответить вам на вопрос, на ваш, вот. И попробуем выработать, может быть, какие-нибудь рекомендации для того, чтобы вы могли реализовать свои желания, да, расположить мужчину к себе. Значит, если мне нравится мужчина, то как показать, что я в нем заинтересован? Ну, смотрите, вот пока, не двигаясь вперед, в вашем вопросе. Я думаю, что справедливо будет, если вы, например, будете стараться его коснуться. Ну, то есть, просто вот, как-то вот рукой, там, да, или что-то еще. Хотя, может быть, вы посчитаете это слишком интимным. То есть, тут, конечно, очень важно узнать границы, в которых вы сами считаете, что является проявлением симпатии, а что является проявлением флирта. Потому что, например, для некоторых людей прикосновение – это флирт, а для некоторых людей прикосновение не значит ничего. Поэтому, прежде чем задавать такой вопрос, я бы рекомендовал бы подумать о том, что для вас приемлемо. Как для вас приемлемо показать, что вы заинтересованы в мужчине, и насколько то, что вам приемлемо, да, понятно мужчине. То есть, ну, очевидно, что, если, допустим, для вас приемлемо показать свою симпатию через более продолжительный взгляд, то мужчине этого может быть мало. Если вы понимаете, что ему мало, то что вы готовы сделать для того, чтобы его было не мало? Понимаете? Вот. Далее. Из вашего вопроса, ну, по крайней мере, вот, исходя из того, что вы написали, я не увидел, не увидел, что вы мужчину, например, сами просите встретиться, сами предлагаете ему встретиться, сами, как бы, проявляете инициативу на встречу, значит, сами куда-то приглашаете, сами звоните и так далее. Вот. То есть, этих моментов я не увидел. И, соответственно, исходя из этого, я думаю, что вполне можно это порекомендовать. То есть, если у вас с мужчиной есть какие-то общие взгляды, какие-то общие интересы, да, какие-то общие интересы, то, соответственно, никто не мешает вам приглашать его периодически куда-то или писать ему, если вы переписываетесь в социальной сети или кто-то в этом роде. Писать первый, спрашивать, как у него дела, интересоваться его жизнью, высказывать какие-то переживания по поводу того, что он делает. То есть, например, если он вам это рассказывает, то вы говорите, ой, а как же ты будешь, ой, а вот как там все будет нормально, будет ли и так далее. То есть, на самом деле, заинтересованность можно проявлять по-разному. Здесь, на самом деле, все зависит от того, что вы, лично вы готовы, еще раз повторю, для этого делать, и насколько вы активны в этом плане. И самое главное, насколько ваша активность, она как бы уместна по вашему мнению. То есть, если вот у вас есть какая-то планка верхней активности, и вы считаете, что вот, ну, дальше нее, да, вот дальше как бы за нее выходить не стоит, то подобное ограничение, подобная условность требует, на мой взгляд, некого оправдания, да, то есть, ну, оправдание, это я так условно говорю. Оправдание в том плане, что подобная условность, ну, она должна быть оправдана. В том плане, что вы должны четко для себя решить, откуда она взялась, эта условность, это ограничение, на чем она основана, оно основано. То есть, либо вы, вот вы считаете, что это неприемлемо, да, как, ну, какая-то модель поведения или какое-то проявление по отношению к мужчине неприемлемо. Представляете, если для себя определить, почему так, почему неприемлемо, из-за чего неприемлемо. И, как бы, это поможет вам немножечко скорректировать свое поведение. Поможет скорректировать поведение ваше и то, если вы, например, попробуете, ну, знаете как, более общее, более целостно представить образ мужчины. Например, какой мужчина, вот он, если бы вы могли описать, да, вот своего мужчины, вот какой он, авторитарный, там, значит, соответственно, любящий, когда ему подчиняются, или, там, нелюбящий, когда ему подчиняются, и так далее. Партнерский, или наоборот, мужчина, который больше любит, когда женщина доминирует, вот. То есть, ну, такой вот, такой вот достаточно целостный образ мужчины попробуйте составить для себя, да. И, соответственно, вы удивитесь, когда, составив этот образ, вы сможете ответить себе на вопрос, а какая женщина, ну, вот, мужчине нужна, да, какая женщина ему, ему будет, ну, какая женщина будет уметь смотреться рядом с ним, и как такая женщина может проявить свою заинтересованность. То есть, может быть, если мужчина, например, любит подчинять, если мужчина любит доминировать, мужчина любит, там, когда женщина ведомая, да, то, если женщина будет говорить такому мужчине, что вот, там, решает сам, или у меня, там, проблемы, или, там, будет обращаться к нему за помощью, будет просить его, разрешить ее проблемы, то, соответственно, вот, как бы, и то, что может показать заинтересованность такой женщины, такому мужчине, понимаете, ну, вот. Здесь зависит именно от того, какая вы женщина, и какой мужчина. Потому что если вы, ну, допустим, мужчина, который любит номинировать, будете постоянно принуждать к чему-то, да, то есть, будете говорить ему, что вот, мол, давай, мы с тобой, там, вот, сегодня туда пойдем, или давай мы с тобой, там, это сделаем, ну, и так далее. Вот. То, естественно, это мужчине не понравится. Потому что он будет чувствовать, что вы его пытаетесь подавить, вы его пытаетесь подчинить. И кому от этого будет лучше, сами понимаете, вопрос, вопрос такой. Очень спорный, да? Вот. Значит, соответственно, дальше идем. Более настойчиво, но в то же время без навязывания себя, просто вызвать интерес. Веду себя с ним дружелюбно, улыбаюсь, общаемся на разные темы, интересуясь его делами. Ну, соответственно, это вот пригласить на встречу, пригласить куда-нибудь, посидеть, провести время. можно сказать мужчине, что вам с ним спокойно, вам с ним комфортно. Просто, вы знаете, так вот, знаете, так просто вот сидите, да, там где-нибудь на лавочке и говорят, вот, знаешь, мне с тобой так хорошо, например, или просто мне так хорошо. для мужчины, который в свою очередь в вас заинтересован, это самое лучшее вообще доказательство того, что вы в нем заинтересованы. Если мужчина, конечно, в себе уверен, да, если он не стесняется, если у него нет каких-то комплексов, там, проблем и так далее. То есть, это вот то, что нужно вам понимать. Тоже свою очередь, да? Дальше. Дальше интересный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, это то, значит, по поводу чего вы познакомились с мужчиной, да? То есть, ну, что заставило вас познакомиться, что вас объединило с мужчиной, что вас общего, грубо говоря. Потому что в сближении огромную роль играет деятельность, которую вы занимаетесь. И чем больше вы вместе как бы, ну, что-то делаете, тем быстрее вы с ним сблизитесь, тем больше мужчина будет вас нуждаться. так же очень здорово будет, если вы, когда с ним проводите время, вы показывали ему, чем для него ваше общество полезно, чем для него ваше общество хорошо, комфортно, выгодно, что оно ему дает. То есть, если вы, например, спокойный человек, да, спокойный человек, то вы мужчине можете, мужчину, можете окружить аурой такого спокойствия, значит, ну, такой мягкости, да, и так далее. Далее, если он посылает жесты, различные флиртует, оказывает внимание, как правильно реагировать. Интересный вопрос вы задаете, если честно, почему вы спрашиваете, как правильно реагировать. Вы знаете, нет на самом деле правильной реакции на флирт. И вообще на подобные вещи правильной реакции нет. Есть только реакция, которую вы считаете сами для себя приемлемой, либо неприемлемой по какой-либо причине. Понимаете? То есть вы либо считаете, что вы можете и должны отреагировать так или иначе, либо вы считаете, что не можете отреагировать так или иначе. Если вы не можете отреагировать так или иначе, то вопрос в том, почему вы не можете отреагировать. Что не позволяет вам это сделать, что мешает вам это сделать, отреагировать так, как вы хотели Нет, правильная или неправильная, есть такая реакция, какую вы хотите, да, и есть реакция, которую вы даете, и есть то, что стимулирует вас реагировать так, как вы не хотите, и есть то, что вы не можете отреагировать так, как вам хочется. То есть, как бы, есть этот факт, да, и есть ваша реакция на это, то есть, например, ну, например, неудовлетворенность, да, допустим, элементарной неудовлетворенности тем, что вы, ну, не можете отреагировать так, как вам хотелось бы, да, вот, и причину, соответственно. Поэтому вы для себя определите, как бы вы могли отреагировать так, чтобы не почувствовать себя, например, там, ну, я не знаю, недостойной, да, а если почувствуете себя недостойной, то почему, то есть, как бы, по вашему ли мнению вы так себя почувствуете, или, например, по мнению родителей ваших, ну, допустим, допустим, да, ну вот. То есть, это очень такой важный момент, о котором тоже стоит подумать на самом деле, потому что ведь мы же не знаем, почему вы спрашиваете нас, как правильно взаимоотношения с мужчинами, например, ну и, соответственно, если так, то в каждом вашем взаимоотношении с мужчинами присутствуют мама и папа, которые говорят вам, как вы должны, а как не должны себя вести. понимаете? И получается, что ваше поведение, как женщины, определяете не вы, не ваши желания, не ваш характер, а именно родители, родители, родительские модели поведения, понимаете? Ну вот. Так что здесь я бы сперва начал бы с того, чтобы определил вопрос, почему вы задаете этот вопрос вообще, правильно реагировавшим, а как неправильно реагировать можно. Вот как можно было бы неправильно, а проагировать на флирт? И кто определяет, что правильно, да, а что нет? Кто определяет? Ну, вы же понимаете, надеюсь. Дальше идем. Так, значит, чтобы было видно ответную реакцию, просто иногда я теряюсь, стесняюсь и неправильно реагирую, как мне кажется, а потом жалею, что упустил возможности. если вы стесняетесь, значит, вы не принимаете себя. В чем-то, где-то, как-то вы себя не принимаете. Если вы не принимаете себя, значит, для этого есть определенные основания непринятия себя. То есть, какие-то качества в себе вы отрицаете. если вы какие-то качества в себе отрицаете, значит, мужчина вам нужен в том числе и для того, чтобы восполнить в вас то, что вы в себе отрицаете. в себе отрицать. Поэтому, прежде чем выстраивать отношения с мужчиной, нужно перестать стесняться, нужно перестать как бы не принимать себя. потому что в жизни, в жизни, например, с ним, ну, в браке с ним, вы так же будете себя вести, стесняясь, стесняясь, вы либо будете обижаться и не идти на контакт с мужчиной, либо наоборот, будете чрезмерно конфликтны, чрезмерно придирчивы, чрезмерно капризны в отношениях. Потому что сейчас вы себя как бы подавляете. Вот. Вот с этим нужно разобраться. Для начала списочек выпишите того, в чем вы в себе не уверены, что вы в себе отрицаете и почему. То есть, проаргументируйте это. Почему вы это в себе отрицаете? Почему вы считаете, что это у вас не должно быть? Почему вы считаете, что у вас не должно быть каких-то качеств и откуда это взялось? Далее. Значит. Теряюсь. Теряюсь это, я так понимаю, отсутствие опыта поведения в тех или иных ситуациях и опять же попытка поступить правильным правилам. Я вам скажу здесь так, что понятно, понятное дело, что для каждого из нас нормально, что где-то в чем-то мы теряемся. Ну просто потому, что мы не можем как бы все ситуации предусмотреть, да, мы не можем во всех ситуациях иметь опыт и так далее. Вот. Но, когда оказывается ситуация какая-то незнакомая, мы поступаем так же, как поступили бы в аналогичные. То есть исходя из наших каких-то общих взглядов, ценностей, принципов и так далее. Вот. Соответственно возникает вопрос. Почему вы теряетесь тогда? У вас нет этих ценностей? У вас нет этих принципов? Или вы еще не позволяете себе поступить так, как, например, вами движет, ну, интуиция, допустим. Вот. А если нет, то почему нет? Опять же вопрос возникает. То есть что мешает вам это сделать? Понимаете, да? Вот. Скорее всего, родительский сценарий, ну, как правило, голос родителя здесь мешает вам поступить так, как вам хочется, постоянно диктуя, правильно или неправильно. Понимаете, что отношения не строятся на правильности или неправильности. Отношения строятся на порывах, на чувствах. Правильные отношения – это отношения без эмоций. Правильные отношения – это отношения по расчету, а не по любви, не по эмоциям. Поэтому вы для себя впервые определите, чего вы хотите, каких отношений вы хотите. и исходя из этого уже будете делать выводы. Понимаете? А если правильно, то кто определяет правильность или неправильность? Кто вот решает, как правильно, а как нет? Где мерило правильности и неправильности? Понимаете? Так. Дальше. Потом жалею, что упустили возможность, а мужчина думает, что он мне неинтересен. И отдаляется. Ну, соответственно, вы жалеете о том, что упустили возможность, потому что действовали не своим разумом, а действовали по установкам, которые вас влогят. Я предполагаю, вы скромный человек, довольно такой спокойный, тихий, такой, ну, довольно-таки непоревистый, да, и, соответственно, вы сближаетесь с кем-либо, вы довольно тяжело. Ну, вот как это видится мне, конечно. И подобное проявление, подобная модель поведения связана только с тем, что либо родители вас подавляли, либо гиперопекали. И вы просто при гиперопеке, например, или при подавлении, у ребенка создается такое, знаете, ощущение, ну, как будто бы, как будто бы за него все вообще решено. То есть за него всегда все будет решено. То есть все определенно в детстве такого ребенка, все понятно в детстве такого ребенка. Он привыкает, он думает, что в жизни будет так же, а в жизни не так. Понимаете? Но когда он сталкивается с реальностью, когда возникает ситуация такого вот типа, да, такого типа, то ребенок хочет сделать так, чтобы все было понятно, определенно и так далее. А это не получается. И из-за этого возникает потеря. Понимаете? Потому что ребенок, он же руководится в данном случае моделью поведения родителей и тем, что ему, ну, как бы, внушили родители. А жизнь, она более многогранна. Вот. И все. И ребенок, оказывается, не подготовлен. Вот. И именно поэтому вы не подготовлены к этой вот ситуации, теряетесь и жалеете о возможностях, потому что вам-то хочется, вам-то хочется, а привычные модели поведения не позволяют этого сделать. Понимаете? Поэтому здесь нужно избавиться сперва именно от, значит, ну, здесь нужно избавиться от вот этих вот триггеров, которые, как бы, могут сбивать вас с вашего пути, как бы, пути естественности, спонтанности, порывистости, может быть, в отношениях, которая очень важна. Вот. Так что, я думаю, именно так можно ответить на ваши вопросы. В принципе, вы можете сами отслеживать, когда поступаете вы и когда руководствуетесь, ну, даже, когда вы руководствуете своими какими-то желаниями. И когда вы руководствуете некими установками родителей, которые далеко не всегда играют на пользу вам, и вот если вы научитесь отслеживать и разграничивать эти установки, а также поймете, чего хотите, чего хотят ваши родители от вас в своих посылах, вы сможете поступать так, как вам хочется. Поймите, если вы не будете собой, если вы не будете свободны, если вы будете пытаться быть кем-то, ну, я не знаю, пытаться быть идеальной, пытаться быть... той, какая нужна мужчине, например. Вот. В дальнейшем из этого может быть только лишь еще большая неудовлетворенность, иногда разочарование, обиды на то, что человек оказался не таким, как вот рассчитывали, да, как изначально он виделся и так далее. Если вы этого не хотите, то я полагаю, что нужно предпринимать усилия для того, чтобы изначально быть естественной и показывать мужчине, какая вы, чтобы он знал, с кем он взаимодействует, с кем он общается, понимаете? Вот. Я думаю, на этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Поехали! Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует...